Этот блог закончила Оля Рапунцель. Оля, встань, пожалуйста. Во-первых, хочу, чтобы на тебя посмотрели наши гости. Я сегодня не в строю, конечно. Ты профессионал, ты вся натуральная, волосы шикарные свои, губы еще не успела сделать. Нет, я надеюсь? Нет, нет. Еще грудь твоя. Что, я лично видела, ты гонишь? Скажи, вот тот бизнес, с которым ты к нам пришла. Я знаю, что тебе неприятно об этом говорить, но все-таки это важно. Там что приветствуется? Натуральность или искусственность? Вот за это меня... Что мужчины предпочитают? Вот так давай. Вот за это, наверное, меня и любили, да, и любят мужчины. За мою натуральность, естественную красоту, да, которую дала мне природа. И спасибо моим родителям, что, да, моей мамочке, что она меня родила. Такую красивую и умненькую девочку. Видите, тотальная любовь к себе. Я уверена в себе, да. Я говорю это четко, открыто. Я люблю себя. Да, у меня, ну, есть, конечно, завышенная самооценка. У меня там ребята на острове, да, хватит там говорить, что ты королева. Мы никто. Я не говорю, что вы никто. Просто говорю, да, я королева. Я такая. Принимайте меня такую, какая есть. И я бренд, да. Рапунцель. О, кто-то вчера говорил, что... Не говори, что это интервенция, не говоришь, что это самооценка. Можно любить себя. В общем, насколько я понимаю, мужчины все-таки, они лукавят, девчонки. Они говорят, что им нравится то, что есть, то, что природа дала. Сами-то поглядывают в журнальчики и подталкивают нас к операциям. Хорошо. Но самое главное все-таки действительно себя любить. И даже если вы что-то делаете, чтобы это было все-таки, прошу вас, естественно, и всему своя мера нужна.